Попробовать свои силы в новом этапе фиджетал игр в столице Татарстана приехали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и даже Камбоджа. На этот раз в центре внимания спидран. Быстрое прохождение игр, совмещенное с лазертагом. Лично я имею настрой на победу, но большинство ребят остальных, они все-таки все очень близкие и тесные друзья. И они, несмотря на то, что они на арену приходят на полном серьезе, на максимальном настрое, они вне арены отдыхают. У меня не получается отдыхать, я все-таки хочу больше проводить время за подготовкой. Поскольку состязания являются тестовыми, организаторы ввели несколько новшеств. Они в дальнейшем станут частью игры будущего 2024 года. В предыдущих этапах спортсмены состязались в фиджетал-футболе, баскетболе, а также гонке дронов и в игре Mortal Kombat. За этапом спидран состязаний зрители теперь могут наблюдать не просто через прямую трансляцию. Организаторы создали целую метавселенную. Метавселенная что такое? Там много есть определений по поводу того, что не будем туда уходить, но там есть прям электронный стадион, где человек может выбрать своего аватара и от имени аватара своего электронного посмотреть на то же самое действие. То есть он как бы един в двух лицах. Вот это мы считаем нашим технологическим прорывом. Мы это тоже тестируем. Но вот в стриме уже можете посмотреть. Каждый этап – настоящее открытие. Гости чемпионата уверены, что фиджетал ждет большое будущее. Накануне Министерство спорта Российская Федерация выпустила документ, признающий фиджетал-игры официальным видом спорта. Многие уверены, что это лишь начало. Играм будущего суждено затменить Олимпиаду. Если брать статистику, то чемпионат мира по CSGO, насколько я знаю, уже собрал больше аудитории. И мало того, больше, так еще и более молодой аудитории. То есть там основная аудитория, по-моему, до 30 лет. При том, что Олимпийские игры в Токио средний возраст был около 53 лет. То есть очевидно, что классические Олимпийские игры, они уже теряют, наверное, свои позиции среди зрителей этих симпатий. Третий этап фиджетал-игр продлится до 11 февраля. Завершит их шоу-матч по лазертагу. Эмилия Адельшина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс.